Добрый вечер, мои уважаемые зрители. Хочу вас ознакомить с вечерней сводкой новостей. Последняя информация. Пентагон оценил состояние подбитого в Черном море российского крейсера Москва. Вроде бы по информации пишут, что он не утонул, он подбит. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил взрыв на российском крейсере Москва. Но у США нет пока данных, был ли корабль подбит украинскими ракетами. Но это не важно, главное он уже все вышел из строя. Мы не совсем уверены, что здесь произошло. По нашим оценкам произошел взрыв. По меньшей мере один взрыв. Там две ракеты ударило. Достаточно мощи, которые нанес Москве значительные повреждения. Но он, видите, еще может быть даже способен своим ходом идти. Но турецкие издания вообще говорят, что он утонул. Так что непонятная ситуация. И вот тут пишут, что он находится в 96 километрах к югу от Одессы. И вместе с другими российскими судами его подбили. И вот что ему суда попытались прийти на помощь другие. Но вероятно там был шторм. И понимаете, ему навряд ли там помощь могли оказать. Потому что это было уже поздно. Ночью шторм. Там в такой ситуации ничего не поможешь. Да, ну вот пишут, да, все-таки пишут, что нанесен был ракетный удар по кораблю из Нептуна. И вот такая информация. И этот корабль уже, как сказать, давно на вооружении. Вообще он старый. Его хотели списать. Но у него там, видите, что есть ракетные еще, оказывается, установки. На подбитом крейсере Москва могут быть ядерные боеголовки. И вот теперь ядерные боеголовки уже все, мне кажется, отстреляли. Это хорошо. Существует вероятность то, что на подбитом флагмане Черноморского флота Москва могли бы быть ядерные боеголовки. 16 единиц противокорабельных ракет П-1000 вулкан могут быть оснащены ядерной боевой части мощностью 350 кг. И теперь вот, видите, такая ситуация, что если он утонул, то и хорошо. Ядерные головки все утонули тоже. Несколько таких ракет со времен СССР штатно входили в комплект. И 64 ракет для этого зенитно-ракетного комплекса. В общем, там он очень сильно вооружен был корабль. И все. И вот он подбитый на фотографии. То есть все. Практически турецкие издания говорят, что он утонувший уже. Многие издания уже подозревают. Ну посмотрим, все равно всплывет информация, где он и что. Говорят, его в Севастополе вроде пытаются отбуксировать. Не знаю. Если там уже взрывались боеприпасы, мне кажется, он, если ниже ватерлиния, он утонул. 100%. Если здесь таряд рвались, все равно вода попала в отсеки уже. Все. И там шансов, что его спасли, нет. Ну и вот сейчас такая информация интересная. Изменит ход войны. Украина ведет переговоры о закупке ударных БПЛА Репер. Здесь 9. Такая модель интересная американская. И современные. Это уже самая такая. Американцы уже. Последняя модификация. Дальнобойная, как называется. Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Ripper. Жнец. Теперь вот уже идет там встреча американцев. Уже Зеленский просил вооружение. И уже дали свет, говорит, зеленый свет администрации Байдена. И уже в течение некоторого времени эти беспилотники могут казаться в руках украинских военных пилотов. Это уже быстро их переправят. Это уже современное оружие. Сейчас я почитаю данные. Это модульный разведельно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км в час. Так. Беспилотник имеет тут очень много вооружения. Вот 4 ракеты класса воздух-земля. Еще тут ракеты Hellfire. Две бомбы еще с лазером и наведением. И они менее уязвимые к российским этим ПВО, как сказать, их очень тяжело сбить. Турецкому беспилотнику приходится действовать достаточно близко к линии фронта, что делает ее более уязвимым для российских вооруженных воздушных ракетных ударов с аэродромом. Однако это жнец, как его называют, дальность действия очень далеко. Он может даже с БАС там далеко, километров 200-300 нанесить удар. И именно достижимость жнеца может иметь ключевое значение. Представляете, что здесь пишут? Этого модификации беспилотника достаточно дальности, чтобы нанести удар по военным объектам россиян в самой России. Включительно до самой Москвы. Ну, может, до самой Москвы и нет, но ближайшие города, где 200-300 километров, легко он может атаковать. Такие беспилотники требуют годовой подготовки военных. Очень долго, да, чтобы они умели управлять. Однако генерал Атомик уверен, что смогут быстро научить пользоваться украинских бойцов. Так что, судя по карте, сейчас там покажу, может, потом Брянск здесь. Так, давайте, Брянск, так, это что, Украина, а где тут Россия? О, ё-моё, так точно, тут Москва недалеко. О, сейчас замерим, подождите. Допустим, Чернигово измерит расстояние до Москвы. О, 630, не, не хватит, не хватит до Москвы. 630-640 километров. Ну, где-то 400 километров, это где-то вот здесь уже будет. Орёл, допустим, вот тут. Смоленск, да, легко. Смотрите, сейчас я вам покажу. Так, Смоленск, сколько километров? Вот, 370. О, по Смоленску как раз эти БПЛА, риперы, могут хернуть. Так что в Смоленске людям надо быть уже готовиться. Скоро Пентагон посылает к вам риперы, дальнобойные БПЛА, которые очень трудно сбить. Вот такие новости. В России сложилась критическая ситуация с мобилизацией. Россия не хотят идти в армию, заявляет Генштаб. Ну да, сейчас такая ситуация, что россияне пытаются откосить от этих наборов Украину. Россия не может отзабирать солдат в Северо-Кавказском регионе для участия в борьбе против Украины. Основной причины является нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях. В связи с критической ситуацией, сложившейся с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил планирует начать новую мобилизацию на национальном уровне. А, по национальности будет. По замыслу мобилизация с целью сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом. В общем, да, не хватает у Путина пушечного мяса, они не хотят идти. Вот, видите, пишут. Они пишут рапорты россияне, калечат себя, прячутся. А один из опытных подразделений спецназовцев армии РФ в полном составе отказался, участвует в дальнейшем попытках штурма Мариуполя. Да, есть такая информация. И вот теперь еще новое, что я вам говорил. И сейчас Россия уже в панике, что, мол, был обстрел Брянского поселка, и там два украинских вертолета расстреляли этот поселок. Сейчас я как раз вам показал Брянск. Вот как раз Брянск. И вот Брянск, и вот поселок здесь такой, Климово есть. Вот. Сейчас я вам покажу как раз вот эта стрелочка поближе. Подождите, подтяну. Сколько тут километров? Так, секунду. Вот, раз. Вот. Рядом, рядом тут Климово. Так, сколько это? 130 где-то. Ну, он тут ближе, приграничный. Так, где он точно? Ну, где-то вот тут вот, да, Климово это несчастное. Вот он, вот он. И, в общем, вот там, говорит, уже его обстреливают сейчас. Так, что здесь пишут? С использованием двух боевых вертолетов, сожженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России, двигаясь на малой высоте, действуют умышленно. Они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово, Брянской области. Я вам показал. Видите, вот горят дома, вот люди бегут, боеприпасы, вот дым идет. И вот фото, видео публикуются местные жители из поселка Климово, Брянской области. Так, теперь там возбуждено уголовное дело по статье. Вот тут дом расстреляли их, там развалили, ранили. Там вроде у них несколько человек, семь человек ранены. И ребенка ранили. Извиняюсь. В общем, вот, идут обстрелы. А, и что я показываю с Чернигово? Здесь-то рядом всем граница. Вот, тут, конечно, и залетели, может быть. Но, я скажу, уже украинские СМИ опровергают это сообщение, говорят, что Россия начала проводить теракты на своей территории. То есть, Украина уже заявляет, что это фейки, что это сами россияне расстреливают своих жителей. Так, ну вот, последняя информация, что, типа, это специально все сделано для нагнетания антиукраинской истерии в России. Это сообщает, ну, служба безопасности Украины. Так, на постояне 14 апреля на российском пространстве произошло уже несколько терактов, в кавычках. В совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведительные группы. Ну, и вот тут пишут, что был, да, обстрелян Курская область сначала, обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. Потом, вот, я говорю, ФСБ сообщило, что был обстрелян этот, Брянской области, вот этот поселок. И вот теперь, да, пишут, что 7 человек ранены и госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Видите, уже началась информационная битва. Сначала россияне кричали, что, мол, все это фейки, буча это, ну, знаете, они сами, говорю, россияне все считают фейками. Вот теперь вы попробуйте доказать, что это российские фейки, вот сами себя бомбите ракетами. Вот сейчас, как вы докажете? Так, может, точно сами решили себя бомбить, чтобы, как бы сказать, больше паники, чтобы больше это, вовлечь еще войны, как бы, чтобы население, чтобы паниковало российское, там, вся прибрежная, прирубежная, это, деревни, поселки. Они в панике были специально, завлечь еще больше паникеров, чтобы СМИ раздували эту всю информацию. Украинские защитники уничтожили редкую российскую боевую машину. Вот такая на фотографии, как она выглядела. Украинские защитники уничтожили тяжелую бронированную машину огнеметчиков БМО-Т. Это какая-то современная уже, об этом сообщили Министерство обороны Украины. Она, понимаете, не такая старая уже модель, на базе танка Т-72, 44 тонны. Так, скорость где-то 60 км в час, запас хода 700 км, экипаж 2 человека и еще 7 человек десанты. Они имеют тут зенитный пулемет 12,7 калибра или еще какие-то вооружения, в общем, такие огнемет Шмель еще. Так, в общем, со временем, вот она сгоревшая тут, на фотографии ее подбили. Редкий вариант, все удивили, что это за машина такая интересная. В общем, вот такие новости, ребята. Ну, из Луганска сейчас эвакуируются люди, 32 тысячи человек уже. Посчитали, что больше, вот, Луганская область, очень опасно здесь вообще оставаться, вот, все люди уезжают практически отсюда. И правильно делают, потому что там очень небезопасно. Вот, 32 тысячи уехало, если посчитать на своем транспорте, сколько уехало, то очень много там, понимаете, вот, Скраматорская 70 тысяч уехало, и в других городах. И теперь поезда их водят бесплатно, типа, они могут сесть на вокзале Лисичанский, в общем, сесть на вокзал, потом на Лисичанское, рубежное, они все могут уехать бесплатно, говорят. И вот, многие выехали на своих машинах, это без учета, кто еще сами сели, машины уехали. Так что, правильно, люди, будьте благоразумнее, война продлится долго. Путин еще решил идти до конца, а если до конца, это будет, может быть, 2-3 месяца, может, еще и больше. Так что, лучше своей жизни спасти, я думаю. Всем спасибо, всем пока.